Русский исторический канал 365 дней ТВ представляет программу «Российская летопись». Сегодня 12 апреля. В этот день в истории нашего Отечества. В 1487 году московское войско выступило в поход на Казань. В 1907 году родился Василий Соловьев-Седой, композитор, народный артист СССР. В 1918-м Совнарком принял декрет о снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг, и выработки проектов-памятников Российской социалистической революции. В 1919 году первый коммунистический субботник состоялся на Московско-Казанской железной дороге в депо Москва-Сортировочная. В 1961 году состоялся первый в истории человечества полет в космос, совершенный Юрием Гагариным на космическом корабле «Восток». 12 апреля 1487 года московское войско выступило в поход на Казань. Казанское ханство входило в состав Золотой Орды. Территория его простиралась от Вятки до Волги, от Аки до Камы и устья реки Белой. В 1438 году оно стало независимым. Первый казанский хан Улу-Мухаммед решил заставить великих князей московских выплачивать дань, но не Золотой Орде, а ему, хану Казанскому. С этой целью он предпринял ряд военных походов против русского государства. Русь, ослабленная внутренними распрями, не смогла дать должный отпор. В период правления Василия Темного перевес в силах был на стороне Казани. Московское государство стало платить дань казанскому ханству. С начала правления Ивана Третьего ситуация поменялась. В 1469 году русские впервые осадили Казань. 12 апреля 1487 года русские войска вновь выступили в поход против казанского ханства. В середине мая Казань была уже взята в осаду. Татары пытались оказать сопротивление и снять осаду путем частых вылазок из города и нападение с тыла на русское войско. Но русским удалось уничтожить татарскую конницу и затем окружить столицу непрерывным кольцом. Несмотря на упорную защиту города, после 50-дневной осады Казань сдалась. Летописцы сообщали. Лето 6995 года, июля в девятый день, воеводы же великого князя Даниил Холмский и прочие воеводы же, болгарский град Казань взяша и царя казанского олегама Паймаша и с царицею, и матерь его, и братью его, и сестры его из Имаша, и всех их привели к великому князю на Москву. Город первый раз по-настоящему был взят русскими войсками. В результате этого похода казанский хан Алигам с женами был отправлен в ссылку в Вологду. Его мать, сестры и братья были сосланы в Белозерье. На престол хана Казанского вновь был возведен Мухаммед Имин. Казанское правительство официально признало равенство сторон Московского государства и Казанского ханства. В переписке царь и хан стали именовать друг друга братьями. Иван Третий принял титул князя булгарского. Добившись закрепления на казанском троне дружественной России династии, Иван Третий тогда не помышлял еще о присоединении Казанского ханства к Москве. Это сделает его внук Иван Грозный в середине XVI века. 12 апреля 1907 года в Петербурге родился Василий Соловьев-Седой, композитор, народный артист СССР. Его настоящая фамилия Соловьев. Свое прозвище маленький Василий получил еще в детстве, когда летом волосы совсем выгорали на солнце. Дворовым мальчишкам кличка Седой понравилась, и с тех пор его только так и стали называть. Мать Соловьева-Седова – уроженка Псковщины, знала множество русских народных песен и любила их петь. Эти песни сыграли большую роль в музыкальном развитии будущего композитора. Музыка с детства привлекала внимание Василия. В кинотеатре он впервые увидел пианино. Обучаясь игре на фортепиано, он обнаружил незаурядный дар импровизации и абсолютный слух. Музыкальное образование Соловьев-Седой продолжил в третьем музыкальном техникуме, где занимался на композиторском отделении, а в 1936 году окончил Ленинградскую консерваторию. Впервые Василия Павловича заметили как композитора-песенника на Ленинградском конкурсе массовых песен в 1936 году. Первой премией удостоили его песни «Парад» и песню о Ленинграде. Песни Соловьева-Седова отличаются ярко выраженной патриотической направленностью. Леонид Утесов исполнял его песни «Служили два друга» и «Казачью кавалерийскую». Героическую балладу «Гибель Чапаева» пели бойцы интернациональных бригад в республиканской Испании. Когда началась Великая Отечественная война, Соловьев-Седой вместе с группой ленинградских музыкантов был направлен на Калининский фронт в район Ржева. За время, проведенное на фронте, композитор хорошо узнал жизнь советских солдат, их думы и чувства. Здесь он понял, что задушевность и даже грусть могут быть не менее мобилизующими и не менее нужными бойцам. В это время были написаны песни «Вечер на рейде», «Соловьи», «Вася Крючкин», «Давно мы не были дома», «Играй мой баян». Соловьев-Седой – автор балетов, музыкальных комедий. Им написано более 400 песен, музыки к кинофильмам и радиоспектаклям. В 1957 году на Всемирном фестивале молодежи и студентов, который проходил в Москве, прозвучала его песня «Подмосковные вечера». Вскоре ее пели во всем мире. Приветствуя Василия Павловича в день его 70-летия, композитор Дмитрий Покрас сказал, «Соловьев-Седой – это советская песня нашего времени. Это подвиг военного времени, выраженный чутким сердцем. Это борьба за мир. Это нежная любовь к родине, родному городу. Это, как часто говорят про песни Василия Павловича, эмоциональная летопись поколения советских людей, которая закаливалась в огне Великой Отечественной». 12 апреля 1918 года Совнарком принял декрет о снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг, и выработке проектов памятников российской социалистической революции. Декрет предусматривал снятие монументов, не имеющих с точки зрения большевиков исторической и художественной ценности, а также создание произведений революционного монументального искусства. Уже к маю 1918 года был разрушен ряд монархических памятников. Был разобран памятник Александру II в Кремле, памятник Ивану Сусанину в Костроме, памятник Александру III возле храма Христа Спасителя. Этот декрет не только нес разрушение, он положил начало осуществления плана монументальной пропаганды. Такая идея родилась у Ленина при прочтении книги итальянского философа Томмазо Кампанелло «Город солнца». Описывая идеальное социалистическое государство, Кампанелло упоминает украшения стен города фресками, которые служат для молодежи наглядным уроком по естествознанию, истории, возбуждают гражданские чувства. В июле 1918 года Совнаркомом был утвержден список новых памятников, которые предполагалось воздвигнуть в память революционеров и прогрессивных деятелей культуры всех времен и народов. В него были включены не только имена революционеров и крупных общественных деятелей, но и великих деятелей русской и зарубежной культуры, поэтов, философов, ученых, художников, композиторов, актеров. Для осуществления плана были привлечены известные скульпторы Москвы, Петрограда и других городов. Поскольку их установка стоила больших денег, то поначалу создавались временные монументы из дешевых материалов гипса, дерева и бетона, которые быстро разрушались. С улучшением хозяйственного положения Советской Республики появляются памятники из прочных материалов, сохранившиеся поныне. Известный скульптор, автор группы, рабочий колхозница Вера Мухина впоследствии напишет. Работа по плану монументальной пропаганды была тем зерном, из которого проросла вся советская скульптура. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин сказал свое легендарное «Поехали», стартовав на космическом корабле «Восток» с космодрома «Байконур». Совершив один виток вокруг Земли, он приземлился на парашюте в районе Саратова. Полету первого человека в космос радовался весь мир. Газета «Таймс» писала, для Жюля Верна это было 80 дней, для майора Гагарина – 108 минут. «Восток» шел с немыслимой на Земле скоростью 28 тысяч километров в час. Гагарин очень жалел, что так и не смог увидеть Луну из иллюминатора, но надеялся, что сможет посмотреть на нее в следующий полет. Первым человеком в космосе готовились стать 20 летчиков. Только на космодроме непосредственно перед стартом стало известно, что летит Юрий Гагарин. Полет готовился в большой спешке. Была поставлена задача опередить американцев. Было заготовлено три варианта сообщения ТАСС о полете человека в космос. Первое – торжественное, успешное. Второе – на тот случай, если корабль не выйдет на орбиту и упадет где-нибудь в тайге или океане. В этом сообщении было обращение к правительствам стран с просьбой помочь в поиске космонавта. И, наконец, третий вариант – о трагической гибели первого космонавта. К счастью, второй и третий варианты не пригодились. Полет проходил в автоматическом режиме. Юрий Гагарин не вмешивался в управление, но в случае отказа автоматики должен был взять все в свои руки. После приземления первыми людьми, которые встретили космонавта, оказались жена лесника Анна Акимовна Тахтарова и ее шестилетняя внучка Рита. Вскоре к месту событий прибыли военные из близлежащей части. Добравшись до расположения военной части, Гагарин по телефону отрапортовал командиру дивизии ПВО. «Прошу передать главкому ВВС, задачу выполнил, приземлился в заданном районе, чувствую себя хорошо, ушибов и поломок нет. Гагарин». Первоначально никто не планировал грандиозной встречи Гагарина в Москве. Все решил в последний момент Никита Сергеевич Хрущев. Гагарин ехал по Москве в открытой машине. Стоя во весь рост, он приветствовал москвичей. Кругом слышались поздравления, многие махали платками. Никита Хрущев вручил Гагарину на Красной площади золотую звезду Героя Советского Союза и присвоил новое звание «Летчик-космонавт СССР». 108 минут полета навсегда изменили жизнь Юрия Гагарина. Летчик истребительного авиационного полка в одночасье стал одним из самых знаменитых людей в мире. Российская летопись – это история нашего Отечества. Смотрите каждый день на телеканале 365 дней ТВ. ТВ ТВ – застрелили ТВ Продолжение следует...